МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 31-я встреча ЗУМ кандидатов на парламентские выборы Национального собрания Западной Армении. Сыны Западной Армении Азнавур Балаян. Вторжение Баку на территорию Армении оправдано. Мегринский коридор должен быть открыт. МИД РФ. Парламент Арцаха в Армении может провести заседание и вновь поднять вопрос самопределения Жоговурд. Арцах принадлежал и принадлежит Армении. Высокопоставленный черновыми к парламенту Ирана. Команды Международного комитета Красного Креста продолжают поиски оставшихся людей в Арцахе. Гимнаст Артур Довсян получил путевку на Либийские игры в Париже. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 31-й встрече Zoom, организованной в рамках предвыборной кампании на парламентские выборы декабря 2023 года. Встреча состоится 12 октября 2023 года в 20.00 по французскому времени и в 22.00 по ириванскому времени на турецком языке. Тема встречи – парламентские выборы в Западной Армении, Арцахе. Докладчик – Бениамин Ованисян. Присоединяйтесь к встрече Zoom по указанной ссылке. Сыны Западной Армении – Азнавур Балаян. Балаян Азнавур Рафикович родился в селе Арташен Гатрудского района. С 1994 по 2002 год учился в средней школе села Мохренес Гатрудского района. С 2002 по 2005 год занимался сельскохозяйственной работой. С 2005 по 2007 год прошел обязательную военнослужбу в воинской части армии обороны. С 2007 года в качестве старшего разведчика-пулеметчика перешел на контрактную службу в воинской части армии обороны. Мать Сирум Балаян пишет в своих воспоминаниях. «Мой сын вырос сиротой. Во время Арцахской войны 1992 года погиб отец в 1994 году – мой брат. Я вырастила троих сыновей в очень тяжелых условиях. Азнавур был гордым и сильным парнем. Ничего не боялся. В последний раз я видела сына 31 марта, 4 апреля. В последний раз услышала его голос. Я в порядке, телефон отключаю. Было 8 утра, в половине 10-го мой сын погиб. Семья Балаян жила в селе Мохренес Гатрудского района Арцаха. В 2017 году среди памятников, увековечивающих память жертв Отечественной и Арцахской войны, установили меморальную доску Азнавура Балаяна. Мать героя в воспоминаниях пишет. «После окончания службы сын планировал продолжить дело дяди военного. Я пыталась отговорить его, но он настоял на своем. Друзья звали его на заработки в Россию, но Азнавур отказывался, говоря, Я не из тех, кто бежит из своей страны, как трус. Единственное утешение для меня – матери, потерявшей трех родных на войне. Мой сын погиб за свою землю. И пусть ни в одной семье больше не будет утрат. Вечная слава павшим в бою героям». Выдержки из интервью заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина РБК Лрагир представляет без комментариев. «Создание мигринского маршрута будет очень важным фактором для общей стабилизации в Закавказье», сообщил Галузин. Чтобы уточнить, имеет ли он в виду Зангизурский коридор, Галузин отметил. «Все-таки речь идет о железной дороге по территории Армении, поэтому я позволю себе использовать название «мигринский маршрут». Да, в Азербайджане это называется Зангизурский коридор. Скажем так, чтобы эта формулировка устраивала всех, мы активно помогаем нашим азербайджанским и армянским партнерам достичь договоренности. Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны». Отвечая на вопрос журналиста о вторжении Баку на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года, пояснил. Если бы стороны сохранили трехстороннее соглашение от ноября 2020 года, то было бы ясно, кто куда ударил и кто и что так или иначе занял. «Думаю, вы неоднократно видели в сообщениях МИД России немало слов о нашем неприятии нарушения трехсторонних заявлений, которые имели место в прошлом. Так что здесь я бы все-таки рискнул вас поправить. В том смысле, что мы отнюдь не одобряем нарушения трехстороннего заявления от ноября 2020 года. С чьей бы стороны они не происходили». Журналист подчеркнул, что речь идет о мае 2021 года и сентябре 2022 года, когда удары были совершены на армянские города Вартенец и Джермук. И было зафиксировано, что удары с азербайджанской стороны были именно по территории Армении. Все сказанное вами свидетельствует о том, что сторонам следовало было изначально выполнять то, о чем договорились в ноябре 2020 года, а именно о делимитации и демаркации границы. Тогда было бы ясно, кто куда ударил и кто что-то так или иначе занял. Конфликт в Арцахе еще не закончился. Считаю, что конец конфликтной ситуации еще не наступил. И здесь остается актуальным комплекс трехсторонней договоренности между лидерами России, Азербайджана и Армении. Речь идет о достижении договоренностей по таким важным компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, делимитация границы с ее последующей демаркацией, подписание мирного договора. Мы можем вместе работать в направлении армяно-азербайджанского урегулирования, но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при последничестве России. Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу. Правительство Западной Армении приветствует любую трезвую и гуманитарную инициативу. Напоминаем, нельзя без учета прав и мнения коренного народа решать его же вопросы. В том случае, когда Арцах принадлежит Западной Армении государству Армения, нужно уважать международные нормы и помнить, государство Армении суверенно и признано с 1920 года, уважать права друг друга и считаться с принятыми и утвержденными нами законами. Самоопределение народа Арцаха и признание неотъемливого права армян Арцаха на самоопределение всегда были краеугольным камнем урегулирования арцахского конфликта и переговоров по нему. Об этом пишет газета Жоговуд. Что такое право нации на самоопределение? Это фундаментальный принцип современного международного права. Согласно Уста ООН и Соглашению по правам человека, право на самоопределение провозглашается как возможность одностороннего действия, направленного на свободу народа и конкретный политический статус административной территории без какого-либо контекста и ограничений. Арцах реализовал свое право на свободное самоопределение на референдуме о независимости 1991 года. Самоопределение народа Арцаха и формирование международного консенсуса по этому вопросу были приоритетом армянской стороны на протяжении 30-летних переговоров. Переговорный процесс, возможно, фундаментально изменился после 44-дневной войны 2020 года. Переговорные позиции армянской стороны были полностью подорваны. Таким образом, допустив необратимую ошибку, власти Армении дали зеленый свет агрессии и военным действиям Баку, в результате чего мы имеем сегодняшнюю печальную ситуацию. Арцах полностью деармонизирован, а уже с 1 января Арцах будет полностью распущен. На вопрос газеты Жоу Вурт считает ли возможным даже в этих условиях внести в повестку вопрос право на самоопределение и какие шаги предпринимают вынужденные переселенные из Арцаха чиновники и депутаты в этом направлении, собираются ли созвать заседание Национального собрания с этой повесткой и поднять данный вопрос. Депутат Национального собрания Арцаха Метакс Акопян ответила, Даже в этой ситуации никто не может констатировать, что вопрос Арцаха закрыт, Арцах не может существовать, Арцахцы рассеялись по всему миру, все закончилось. Сейчас мы находимся на таком этапе, когда еще самоорганизовываемся, мы должны суметь оценить ситуацию трезво и четко, чтобы каждый наш шаг был продуман и вытекал из реальности. На данном этапе я ничего не исключаю, однако нужно время, чтобы организовать все это и предпринять просчитанные шаги. Правительство Западной Армении в заявлении от 25 сентября 2023 года уже заявило, что не принимает и не признает ни одно устное или подписанное кем-либо заявление, противоречащее интересам Арцаха провинции государства Армении, признанной указом Республики Западной Армении своей провинции. Арцах – это коренной народ с тысячелетней культурой, письменностью и литературой. Он есть, он существует. Это лишь временная пауза в процессе становления окончательной и единственной государственности армянского народа. Победа близка. Иран желает, чтобы проблемы между Арменией и Азербайджаном решились посредством диалога. Как сообщает Айсор АЭМ, об этом пишет заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности исламского парламента Ирана Шахриар Гейдали, пишет Парстедей. В настоящее время Арцах является спорной территорией между Арменией и Баку. Баку, используя возможности вне региональных стран и сионитского режима, добился военного превосходства над Арменией. Но это не позволяет ему оккупировать все, что он хочет. Арцах традиционно принадлежит Армении. Бегство людей в Армении происходит из-за обстрелов и атак азербайджанской армии. И это не означает, что армяне в Арцахе утратили свою сущность и идентичность, потому что традиционно Арцах всегда принадлежал и принадлежит Армении. Добавив, сегодня Баку поставил Арцах в трудное положение, Арцах в осаде с четырех сторон. Команды Международного комитета Красного Креста продолжают поиски оставшихся в Арцахе людей, в том числе пожилых, больных и инвалидов. Об этом сообщается на странице Ерванского офиса комитета в Твиттер. Во время наших последних посещений мы предоставили еду и предметы гигиены. Также помогли трем гражданам восстановить связь с членами семьи в Армении. Также отмечается, в визитах принимают участие врачи Международного комитета Красного Креста, проводят оценку состояния здоровья граждан для удовлетворения их медицинских потребностей. Член сборной Армении по гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Артур Давтян, квалифицировался на 33-е летние Олимпийские игры в Париже. Об этом в беседе с корреспондентом Армемпресс сообщил главный тренер сборной Армении Акоп Сейропян. Артур Давтян выступал в многоборье по гимнастике на квалификационном раунде чемпионата мира в Бельгийском Антверпене и таким образом завоевал путевку на Олимпийские игры. Артур Давтян участвовал в Олимпийских играх Лондон 2012, Рио 2016, Токио 2020. Это четвертые Олимпийские игры армянского гимнаста. На предыдущих играх он завоевал бронзовую медаль в опорных прыжках. До этого у Армении было шесть участников 33-х Олимпийских игр. Стрелок Эльмира Карапетян, борцы Артур Александян, Малхаз Амоян, Славик Галстян, Вазген Теванян и Арсен Арутюнян. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Артура Хаченца «Гений Лиц». Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова